Российские войска продолжают свои попытки захватить Северодонецк, однако безуспешно. За счёт огневого поражения и штурмовых действий у противника есть частичный успех в Метёлкино, вблизи Северодонецка. Ещё одну попытку штурмов Сиротина вооружённые силы Украины отбили. На заводе «Азот» в Северодонецке до сих пор укрывается почти 600 мирных жителей. От эвакуации они отказываются, сообщает местная власть. «Люди находятся в укрытиях, их несколько. Это нельзя сравнивать с Азовсталью. Это не город подземный. Это несколько отделённых между собой хранилищ, никак не связанных. И разное количество людей находится в разных укрытиях». В Донецкой области за минувшие сутки российские войска обстреляли 12 населённых пунктов. Свои основные усилия сосредоточили на Авдеевке, сообщает полиция области. Разрушены 34 гражданских объекта, 21 жилой дом, школа, дом культуры, коммунальное предприятие, три завода, психоневрологический интернат. Один мирный житель погиб, 11 человек получили ранение. Дважды накануне российские оккупанты обстреляли Николая в днём ракетами типа Х-55, вечером – калибрами. Три из них попали по разным предприятиям, одна в жилой дом. По предварительной информации, жертв нет. Под прицелом российских оккупантов и Одесса. Однако ракеты, которые выпустил противник по региону, целей не достигли. «Враг пытался нанести ракетный удар двумя ракетами «Оникс» с территории оккупированного Крыма. Наши подразделения противовоздушной обороны, как всегда, сработали на отлично и сбили обе ракеты». Российские войска накануне обстреляли Кривой Рог, выпустили ракету по объекту социальной инфраструктуры. На месте попадания ракеты произошёл масштабный пожар, были разрушены два жилых дома. К вечеру было несколько прилётов в Новомосковском районе. «Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели гасят пламя. Пострадали три человека. У них ожоги. Все в больнице». Валентина Резниченко, глава Днепропетровской областной военной администрации. Под непрекращающимися обстрелами российских оккупантов и Харьков в Изюмском районе города несколько российских ракет попали по газоперерабатывающему предприятию. Противник регулярно бьёт по жилым домам и разрушает городскую инфраструктуру. «Находиться на улицах всё ещё слишком опасно, поскольку обстрелы хаотичные. Мы не знаем, куда они могут попасть. И действительно, каждый двор, каждая детская площадка находятся в зоне риска нанесения таких ударов». А во временно оккупированном России Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта, начальника исправительной колонии Евгения Соболева. СМИ пишут, что взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Взрывной волной в соседних домах выбило окна. Сам Соболев попал в больницу. Издание «Информлапалм» сообщает, что за последние 72 часа в оккупированном Донецке украинские военные высокоточными ударами уничтожили минимум семь военных складов Российской Федерации. 87 российских военнослужащих ликвидировали вооружённые силы Украины на восточных рубежах, сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток». Уничтожили один танк, один беспилотник, пять миномётов.